Аудитория в школьном классе необычная. Одно задание вместе выполняют и школьники, и даже пенсионеры. Александр Иванович Тестля, диктант, пишет за компанию с внуками. Этнографическая грамотность в их украинской семье – дело чести. Я, может быть, и знаю все нации, которые у нас есть в России, но особенно для молодёжи – это и знать нации, кто тебя окружает, с кем ты живёшь. Это всё знание о человеке всегда способствует дружбе. Участники большого этнографического диктанта, который прошёл под слоганом «Народов много, страна одна», единогласно признались, что вопросы не из лёгких, но знать на них ответы должен каждый россиянин. Я гражданин этой страны, у меня дети также граждане, здесь учатся, и я работаю, и мы же все живём. Я думаю, это важно – знать свою страну. Проверка не только своих знаний, но и своего знания страны, и что действительно у меня осталось, скажем, из воспоминаний, и то, что я вообще знаю о своей стране, о своём регионе, где я жил. Это очень важно – проверить свои знания, на то, как мы знаем свою страну, быть своей страной, её народ. Мне кажется, это просто очень интересно – прийти, проверить свои знания, особенно для нас, когда мы живём в таком многонациональном крае. За 45 минут участники должны были решить 30 тестовых заданий. Среди прочих – определить последовательность добровольного вхождения территории в российское государство, назвать народ, который французская армия в годы Отечественной войны называла «северными амурами» за их виртуозную стрельбу из лука. Необходимо знать россиянам, считают составители этнографического диктанта, и какой народ в переписи 2010 года в Адыгее был отмечен численностью всего шесть человек, его ещё называют «забытыми армянами Кубани». Кстати, возможно, именно они стали основателями города Армавир – среди вариантов татары, черкесогаи, марийцы и армяне. Одним словом, чтобы ответить на большинство вопросов, участникам необходимо знать историю своего государства и определённые страницы из жизни удмуртов, лесгинов, айнов, осетин, якутов, карелов, аварцев. Именно такие задания считают организаторы, а это Федеральное агентство по делам национальностей, привлечёт внимание к этнографии, как к науке. В Сочи же отметили, такая акция мотивирует людей на изучение истории этноса людей, которые живут по соседству. Не случайно диктант проводится в преддверии Дня народного единства. Для нас важно, что количество заявившихся на написание этого диктанта в этом году в два раза больше, чем в прошлом году. Поэтому этот проект набирает обороты, нас это радует. Это люди, которые с эмпатией относятся и пропагандируют толерантное отношение к друг другу. Город Сочи всегда славился тем, что все народы, представители всех народов, проживающих в городе Сочи, всегда проживают на условиях добрососедства, миролюбия, дружелюбия. И это важно для российской культуры и истории. Итоговые оценки, правильные ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте акции «Большой этнографический диктант» 12 декабря. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.